19 марта 1922 года. В Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня. На тихой пустынной улице Шаболовке в Москве, недалеко от Кремля, отвели небольшой земельный участок для строительства радиостанции. Проект радиопередающей башни разработал русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. В 1919 году на отведенном земельном участке были возведены три антенные опоры мачты с деревянными стволами высотой по 150 метров. Опоры поддерживались многоярусными наклонными стальными оттяжками. Функции заказчика по организации, проектированию, строительству и ввода в эксплуатацию этого объекта были поручены Народному комиссариату почт и телеграфов. И за сравнительно короткий срок был разработан первый вариант. Металлической башни высотой 350 метров на 50 метров превышавший всемирно известную башню Густава Эйфеля, построенную в 1889 году на Марсовом поле в Париже. Башня должна была состоять из девяти гиперболических пространственных секций, установленных друг на друге и прочно скреплённых между собой в единую высотную систему. Многие эксперты отмечали оригинальность принятых конструктивных решений башни. Для её возведения требовалось 2500 тонн металлических прокатных профилей. Но первоначальные замыслы Шухова не удалось реализовать в тяжёлых условиях гражданской войны не хватало металла и средств. В итоге Шухов вынужден был откорректировать свой проект. Вместо девяти секций осталось только шесть, а высота снизилась до 150 метров. На возведение такой башни потребовалось всего 240 тонн металла, который выделили из резервных запасов военного ведомства. Башня стала самой известной работой Шухова. После аварии на строительстве радиобашни Шухов был приговорён к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора до окончания строительства. 19 марта 1922 года радиопередающая башня была сдана в эксплуатацию, началась трансляция радиопередач, и Шухов был помилован. В 1927 году Шуховская башня начала работать с установленным на Шаболовке 40-киловаттным радиовещательным передатчиком, созданным Нижегородской радиолабораторией. В 1930-е годы с Шуховской башни начались экспериментальные передачи первых телевизионных. Программ. Долгие годы изображение Шуховской башни являлось эмблемой советского телевидения и заставкой многих телепередач, включая знаменитый «Голубой огонёк». Сейчас Шуховская башня объявлена памятником архитектуры и инженерной мысли, охраняется государством. Уникальная по конструкции Шуховская башня признана шедевром русского архитектурного авангарда и объектом всемирного наследия.